Григорий Васильевич Голодков у нас сегодня в студии. Вот почему исполняется 20 лет со дня выхода на экраны, тогда еще большие экраны, советские экраны кинотеатров, советских же, фильма «Пластилиновая ворона». Режиссер-постановщик фильма Александр Михайлович Татарский. И вот этот скромный юбилей сегодня мы отмечаем в этой скромной студии. Но вначале телевизионное досье, которое мы приготовили к приходу нашего гостя. Григорий Васильевич Голодков, композитор. Родился холодным летом 1953 года в Хабаровске. Маленький Гриша очень любил орать песни. Он считал, что чем громче песня, тем она лучше. Когда мальчику было три года, семья уехала в Брянск. Там будущий композитор продолжал петь громкие песни и разводить рыбок. Затем пришло время выполнить родительскую волю, и Григорий поступил в технический вуз. Учился строить и ремонтировать трамваи. В свободное от трамвая время Григорий занимался музыкой. Сам смастерил себе гитару и выступал с ней. После института его распределили в Ленинград. Там он работал инженером и учился в институте культуры. Однако через три года трамвайно-троллейбусное управление потеряло перспективного работника. Зато страна приобрела замечательного композитора. Григорий Гладков выпустил более 20 компакт-дисков. Написал музыку почти к 50 спектаклям. Но поистине всенародную славу ему принесла музыка к мультфильмам татарского «Падал прошлогодний снег» и «Пластилиновая ворона». Звучит музыка «Звучит музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Падал прошлогодний снег Так редакторы смонтировали этот эфир Бог им судья Фильм Падал прошлогодний снег Появился позже Позже чем Пластилиновая ворона Видимо Александру Михайловичу Татарскому так понравилось Твоя работа Что он тебя пригласил и в следующий фильм Да, так я понимаю Да, и он еще говорил Что каждая следующая работа Не должна повторять предыдущую Причем в следующем мультфильме Он сделал тоже пластилиновые, те же герои То есть он сам повторился это полностью Сам повторялся, а теперь А мне не дал, потому что Если первый мультфильм Пластилиновой ворона был сделан Весь по песням, то во втором Ни одной песни нет, только инструментальная музыка Почему? Ну, чтобы следующая работа Не была похожа на предыдущую Может быть ему не понравился твой голос Или как ты поешь Там разные актеры пели Вот песню, а может быть ворона Я возьму гитару на стихе Эдуарда Успенского Нам помнится вороне Кар-кар-кар-кар-кар А можно? Спели ведущие радио няни Лев Шемелов, Александр Левенбук И, конечно, это очень сильно украсило Наше произведение А песню Значит, там три песни было Вторая песня на стихе Овсея Дриза В переводе романа Сефа Вот я вижу Куст растет в саду Воробьи играют Чехарду Пел Леонид Броневой Мы задумали Вот второй сюжет Как бы С теми ретро Хотели посвятить нашим родителям Художник Игорь Ковалев Нарисовал мебель в чехлах Машины Победы там ездили Были цветы фикуса И нам хотелось, чтобы голос Ввел сразу в атмосферу тех лет И мы пригласили актера Арнольда Гумницкого Который выступал на сцене И пел и говорил Голосом Утесова И получился сразу шарм, стиль Потому что аранжировка была Такая немножко старомодная Был кларнет, аккордеон И пел еще актер под Утесова Но цензура того времени Это был 81-й год 80-й даже Утесова нам почему-то запретила И спел Леонид Броневой Замечательно спел Не знаю Я Когда мне попались первые стихи Я просто был очарован Околдован Я просто Ну когда Видишь гениальных людей Встречаешься с Ну в любой области Видишь Замечательные картины Фильм какой-нибудь Песни Стихи Очень талантливые Ты понимаешь Что и ты так же думаешь Но ты никогда Это не смог Вот Сформулировать Он слышал Твои песни Слышал Свои стихи Что сказал Ну я все свои песни Показывал Так получилось Я с ним познакомился Потому что мы жили в одном городе Но если бы даже жили в разных городах Мирах и странах То я думаю Что все равно Ничего бы не изменило Потому что это удивительный поэт Удивительный Я знал что Слава будет у него Огромный У Александра Семеновича Кушнера Вот И постепенно так и происходит Он уже лауреат государственной премии Но это тоже ничего не значит Все эти звания Награды Как бы Самое главное Что Бог дал дар этот Сочинять Мне один старый актер сказал Тебе легко сочинять песни Я говорю да Помни Что у огромного количества людей Он отобрал Этот дар Чтобы дать тебе Поэтому ты не имеешь права Лениться вообще А кто-то сказал А кто-то сказал Я правда не совсем согласен Кто-то сказал Что занимайтесь тем Что вам легче всего делать Хотя например Есть старый девиз В латинстве Это девиз абериутов Известных тебе Конечно Которых был Такой девиз Писать трудно Вот какое-то Такое странное сочетание Должно быть легко И одновременно трудно Мне кажется Легко начать Легко Очень легко начать Загореться Но закончить страшно трудно Вот не хватает мелочи Год целый Можно вообще дорабатывать Искать вот какую-то вот точку Вот закончить сложно Начать легко Пожалуйста говорите Мы вас слушаем Добрый день Алло Мы вас слушаем Добрый день Здравствуйте Григорий Это Коля Кузнецов Тебя беспокоит Очень приятно Российский фермер Крис Скажи пожалуйста Куда делась Вот эта вот группа Ред Ривер Вэлл и Бойс Ред Ривер Вэлл и Бойс Дело в том что я пять лет проводил фестиваль Кантри музыки Фермер Хотя честно хочу сказать Я хотел назвать его Кулак И очень надеялся Что это название пройдет Перестройка пришла И особенно Так сказать Вот когда мы принесли название Это был Чтобы афишу напечатать Гослит Печать Тайной печати Была организация Они говорят Что это за американское название Я говорю Действительно Хватит нам Америки Давайте наша Давайте Говорю Кулак Они говорят Нет Лучше фермер Я был одним из создателей Кантри группы Кукуруза Там было много коллективов Кукуруза Яблоко Редиска Был такой коллектив Деревянное колесо Все играли Перья на акустических инструментах Пять лет было Это фестиваль И там был вот ансамбль Который Кузнецов сказал Кстати Пластилиновая ворона О которой мы сегодня говорим Который 20 лет У которой юбилей Любимая песня фермеров Там много животных И я участвую во всяких Фермерских ярмарках В Петербурге Например проходит Намечательная ярмарка Называется Всемирная ярмарка Российский фермер Такой Михаил Дмитриевич Злыдников проводит Бывший капитан Подводной лодки Между прочим И я пою Нам помнится ворони И фермеры их Неважно сколько Они там кричат Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар А может быть Они гав-гав А может быть Коровья Му-му-му А может быть Козяни Мея И мы вспоминаем всех животных А может быть И рыба Они молчат Потому что буль-буль Это рыбак Упавший А может Комары Они Вот Фермеры очень любят Эту песню Почему они не согласились На название кулака А вот напугало их Понимаешь Кулак Я думаю Что и сейчас бы не согласились Что интересно Ладно тогда Но и сейчас бы не согласились Заметь Что Боятся В том Как по-разному звучат Названия Одной и той же профессии Да Собственно говоря Заключен вообще подход Ну менталитет Национальный Да И отношение к этой профессии Фермер Это хозяин фермы Да Хозяин Хозяйства А кулак тоже хозяин Ты слушай дальше Хозяин Сельского Какого-то угодия Да То есть В этом нету Отрицательного смысла Никакого Он просто хозяин Работает на земле А кулак Там уже значит Уже отношение Общества К этому человеку Кулак ведь Это не очень хорошая вещь То есть Это что-то такое Вот Ну кулак Грабителя Человек который Зажал Все вообще в кулак Кулак который Правильно же Да Не знаю Это профессия абсолютно Одинаковая И фермеры Кулак приглашают Других людей Когда там урожай большой Но нам уже не собрать Там столько яблок Ну фермер это хороший человек А кулак это плохой А кулак плохой Вот Вот да Это вот так вот Давай сейчас На некоторое время Вернемся к Александру Михайловичу Татарскому Потому что нам нужно Кое-что показать Я хочу два слова сказать Что вот эти мои фермерские увлечения Это месть За деревенское детство Потому что у меня все каникулы Прошли в деревне У меня папа и мама Из деревни Вот Я такой интеллигент Как сказал Миша Яснов Мой друг из Петербурга В первом поколении Оказывается Есть такие вот Ну так Жизнь сложилась Так сказать Пусть принимают Какой есть И все каникулы Прошли в деревне И когда я приезжал в город То словом Деревня оскорбляли у нас Миша Эй деревня Куда прешь Имена сельские кличками стали Ванька Дунька У меня дядя Ваня Любимый дядя Учитель математики Никогда не пил Не курил Великолепная библиотека Вот И став взрослым У меня была возможность Отомстить за это У них понимаешь Кантри Шляпы А у нас деревня Вот А деревня Слово дерево Между прочим Все деревянное Крестьяне Слово христианин Я это все очень люблю Я как мог Как бы Постоял за честь И у меня Есть замечательная песня Может быть будет время Я сплю На стихе Александра Аронова Явно не деревенского человека Деревенника Просто классная песня Ну потом Поешь А сейчас несколько слов Об Александру Михайловичу Татарскому Потому что 20 лет Пластилиновой Вороне Это его юбилей Да Собственно говоря Его тоже знают Прежде всего По двум Вот этим Мультфильмам Пластилиновой Вороны И падал Прошлогодний снег Правильно же Да Ну еще были у него Обратная сторона Луны Замечательный мультфильм Который получил Большую награду В Лондоне Там также назывался Альбом Пинк Флойд Кстати Вот И следствию идут Колобки Конечно Заставка Переначив Спокойной ночи Малыши Кубик Единственный выпуск Новая заставка По-моему Не его Не его Нет Это заставка Норштейна Его была пластилиновая Да Пластилиновая И крылья ноги хвосты Был такой мультфильм Ну и конечно Проект Тушите свет Ну тушите свет Художным руководителем Которого Светлой памяти Да Он не является А я имел честь и удовольствие В нем участвовать Я этот проект Не надо при меня Говорить Потому что я участвую Передойной ночи Малыши Много лет Вот Я дружу с настоящими героями Веду цикл Руки музыки Понимаете Меня это оскорбляет Как настоящего друга Хрюши Фили И Степаши Да Поэтому с татарским У меня сложные отношения И дружба И как бы я Понимаете Ну что это такое Так вот сложные Что-то у тебя сложные отношения С Александром Михайловичем И с самого начала Они были сложные Да нет Мы большие друзья Потому что человек Он непростой Он непростой Но он талантливый Кстати Он большой мой друг Но творчески разошлись Во-первых Она мне не нравится Остальное Ну Остальное Значит Я выступал в Казани Кстати Очень люблю этот город В Казани Прекрасно Концерты прошли Публик Изумительный Вообще Это уникальный город В нашей стране И я выступал Мне подарили Татарскую тибетейку А у меня концерты Семейные В основном Я вот всю Америку Проехал Вместе с американским Позьмем Джоном У них все Фэмили И вот такие У меня тур По стране проходит Топ-шлеп Кантри-поп-шуа Может быть Ворон Тибетейку Подарили И мне что-то хотелось Им сказать Такое замечательное Вот что-то еще такое Чтобы как-то Какую-то благодарность Этому городу Этим людям выразить И я им говорю А режиссером Мультфильмов С которым я работаю Является Александр Татарский Ага И мне захлопали Захлопали Значит Все в нем хорошо Александр Михайлович Да Просто вообще Все изумительно Ну он талантливый человек Конечно Очень талантливый человек Хотелось чтобы он Почему вы сейчас Не работаете вместе Ты ему разогрелся Да не Ну как Мы дружим Все Продолжаем дружить А почему не разогрелся Просто так сложились Предлагаемые обстоятельства Нашей жизни Что кино у нас рухнуло В целом В целом кино рухнуло Ну чем-то он занят Как следствие Он занят Он работает Тушите свет Еще проекты иностранные Как следствие Этого рухнувшего Общего кино Рухнуло детское кино Нет фильмов для детей А жанр в котором Я работаю Называется детский Хотя я сам не считаю То есть он не виноват Что тебя не приглашают Он не виноват Нет Я не считаю Свои песни детскими И пой Вася И пластилинный ворон Какая она детская Она никакая не детская Это просто такая Как бы игра взрослого детства Как Пикассо Писал свои картины Как такой Жанр здорового Абсурда Такого примитивизма Веселого Фантазии Вот Нет мультфильмов Нет Нет кино Нет денег Нет потребностей Нет передач детских Кстати Все передачи рухнули На НТВ тоже нет детской передачи Ни одной игры Мы не будем Улица Сезам Ну американская Да Ну она идет Ну а где наши будильник С утра А эта улица Я не знаю Сфоменко Сфоменко была Это игры Игры не считаются Тем более Они лицензионные Нет передачи Все А почему нету денег Господи Ты вот в этой стране живешь Ты же человек Скажи пожалуйста Почему нету денег Американцев есть деньги А потому что Должно быть Ну кроме желания Значит Я не буду обвинять народ Ты вот из деревни Все У тебя родители Скажи Почему нет денег Я городской Я всю жизнь в городе дрожил Ну родители Спроси у родителей Почему нет денег Квоты 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 Ведь не только на нефть и газ А квоты Вот в тех странах Квоты на все На искусство Должно быть столько Эфир должен быть для всех Квоты На классическую музыку На такую И на детскую обязательно 20% Как минимум В цивилизованных странах Отдано детскому вещанию Может быть эти квоты есть Я не знаю Значит они не соблюдаются Значит их нарушают Вот поэтому и нет А народ хочет И потом Мне кажется вообще В общем ты не объяснил Почему денег нет Я вообще сейчас раз Этой теме коснулись У нас поиск национальной идеи Я считаю национальной идеи Когда вот так реформы происходят В любых странах И у нас Это должны быть дети Если им дать сейчас образование Дать все деньги Чтобы воспитать поколение Образовать Оградить наркотиков Все реформы произойдут Они всего учатся 10 лет 10 лет отдать детям И страна преобразится Вот А у нас все для развлечения Людей среднего возраста Праздники пива Выборы Вот Детей нет Когда этого не стало пенсионеров Вот этого я не понимаю И не принимаю Хорошо В этом месте мы Прервемся на рекламу Это несколько минут А потом милости просим Вас снова в студию Программы Старый телевизор Продолжаем программу Старый телевизор Напоминаю Что у нас в студии сегодня Григорий Васильевич Гладков Композитор И отмечаем мы сегодня юбилей 20-летний юбилей Фильма Мультиплекционного Пластилиновая Ворона Я должен тебе отдать Дожное Ты хороший друг Ты ничего плохого Про Александра Михайловича Не сказал Хотя мог бы А сейчас это В душе времени Сводить счеты По телевизору А ты не воспользовался Такой замечательной В общем Восможностью Но Может быть У тебя есть враги Ты хочешь что-нибудь Про них плохое Сказать Пожалуйста Ты имеешь Права Враги наверное есть Давай сейчас Решим проблемы Какие-то Самый главный враг Есть враги у меня Самый главный враг Это я Сам себе Понимаешь Вот сам себе враг Потому что Я борюсь С ним При помощи своих песен Например Есть такая Мистер Жук У меня Был когда-то Я знаком С рыжим мистером Жуком Познакомились Мы сам Мистер Жук Большой чудак Прямо честно И открыто Вечером Упал корыто Мистер Жук Большой чудак Там все обошлось Он выплыл И в конце он поет Ты не Вадима Жука имеешь ввиду Не Вадима Жука Кстати я очень хорошо знаю Потому что с его сестрой Я работал в Юсуповском дворце В Ленинграде Он поет так в конце Когда все обошлось Ползать сам И сам кусаться Сам тонуть И сам спасаться Все привык Я делать Сам Не надеюсь на международный валютный фонд Вот значит Это один враг Во мне Второй Кстати стихи Джона Чарли В переводе Романа Сэфа Роман Семенович Замечательный поэт Детский Вот Второй враг Второго врага Определил Вадим Левин Пускай бросает нас вода То вверх То оп И вниз Когда со всех сторон Беда Спасает Оп Тим Мизм Давай поговорим О твоих плохих качествах Что ты считаешь Своими Отрицательными качествами Ну Вот когда пришла Рыночная экономика Так называемая Рыночная экономика Я понял Что я в этой В этой системе Уже начал жить Еще в то советское время Я А когда Значит случился Мультфильм Пластивина ворона Ко мне обрушилось Огромное число заказов Из театров разных И вот на сегодняшний день Я получил справку В РАО Российское авторское общество Что у меня музыка идет В 49 театрах Я столько не написал Потому что какая-то музыка Разошлась Спектакли еще больше Наверное около 70 В целом Я понял что нельзя Заболеть Опоздать Сделать не вовремя Сделать плохо Иначе тебя в следующий раз Не пригласят Здесь навязаться нельзя Вот со всем этим Я тогда начал бороться Еще и борюсь до сих пор Это ты себя в скрытой форме Сейчас похвалил В общем-то Ну я не знаю Ты сделал комплимент Что ты точный Из достижений Обязательный Надежный Это отрицательные качества Это Нет Надежность Ненадежность Отрицательная А надежность Я ее Так сказать А из Истин Отрицательные качества